Вчера в Ленинском районном суде Екатеринбурга возобновился и закончился процесс по иску уволенной из Росгвардии сотрудницы, которую до этого официально признали самой красивой во всей службе, отдав ей победу в конкурсе «Краса Росгвардии» весной 2019 года. Сама, ныне 34-летняя Анна Хромцова, считает, что именно эта победа оказалась для нее пирровой. Со мной, говорит, перестали здороваться сотрудники, к тому же развод с мужем и отцом ее 9-летней дочери последовал тоже после победы в этом конкурсе, правда еще и после неожиданного увольнения из Росгвардии в декабре прошлого года, что называется, под елочку. Попытка судиться с конторой в итоге провалилась. Суд вчера во всем ей отказал. Отребовала она восстановления на службе и 1 миллион рублей компенсации. Это в начале. Первое заседание, напомним, кончилось тем, что был объявлен перерыв. После того, как истица заявила в процессе, что ей стало плохо, ей вызвали скорую, того везла Анну, но госпитализироваться она в итоге отказалась. А до того, как объявить о плохом самочувствии, бывший прапорщик и краса Росгвардии огорошила суд ответом на простой вопрос, как вы добирались до здания суда. Анна ответила, что шла пешком три дня и три ночи. Напомним, формальным поводом для увольнения стала публикация в инстаграме видео, которое руководство расценило, как публикацию видео с режимного объекта. Сама Анна рассказывает, что хотела показать, как в их кабинетах обрабатывают поверхности в качестве антиковидной меры. Мол, работают без перчаток, без масок, это непорядок. И в кадре, мол, ничего режимного, лишь стены и до столы. И, дескать, длиной-то этот ролик 6 секунд, и удалила-то я его из инстаграма через 10 минут. У суда возник естественный вопрос. Зачем удалили вы этот видеоролик? Потому что вы хотели привлечь внимание общественности, граждан, оморганизации к этому вопросу. Зачем вы удалили ролик через 10 минут? Переживала за свою службу в дальнейшем. Рукладный ролик, вы понимали, какие лично для вас и следствия могут быть здесь? Это разное. Что, что вы не можете учиться? Конечно, я запряжала вопросы. Вы понимали о том, что данные ваши действия могут расценить как простые действия? Возможно. Возможно. Вы знали о том, что вам с ним законом запрещено совершать такие действия? Вы все равно пошли на эти действия? В чем-то? Начальство красы в суде рассказало, что этот видеоролик был лишь последней каплей, переполнившей чашу его терпения. Мол, и так она косячила и этак, и занятия пропускала, и интервью, раздавала несогласованные, и публикации в соцсетях делала слабо совместимые со статусом сотрудника правоохранительной структуры. Портал КПРУ приводит такой ответ офицера Росгвардии Владимира Полипишина, бывшего начальника Анны, на вопрос ее адвоката, как это он так запросто уволил прапорщика с почти 12-летним стажем службы. Цитата. Мягких наказаний уже быть не могло. У нее на тот момент было три непогашенных взыскания. Все изменилось после конкурса красоты. Она стала нарушать указы, раздавать интервью. Потом на парковке мужчина обматерила, ее еще тогда можно было уволить. Я ее год почти не видел, только на лестнице, если попадется. Та победа лишила ее рассудка. Конец цитаты. Уточним еще, что в начале вчерашнего заседания Анна Хромцова уточнила свои исковые требования. И к одному миллиону добавила еще 147 тысяч рублей, как бы недополученной зарплаты и расходов на юриста. Но тщетно. Суд не нашел каких-либо нарушений, порядка привлечения к дисциплинарной ответственности. И к России Росгвардии отказал во всем. В удовлетворении Анна Хромцова Алексеевна к федеральному государственному казенному учреждению управления объявилось направлено в гости социальной гвардии Российской Федерации после властной области об отмене приказа об увольнении в восстановлении на службе в прежней замещаемой должности специального звания в взыскании заработной платы за время вынужденного прогулка, компенсации моральной беда, судебных расходов отказать.